Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях руководитель Следственного управления Следственного комитета России по республике Саха-Якутия, генерал-майор юстиции Александр Заболевиченко. Александр Александрович, рада вас приветствовать. Мы о вас пока знаем мало, но СМИ тесно связывает ваше имя с громким делом по аресту губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Скажите, пожалуйста, как долго велась работа в области по выявлению коррупционных махинаций? Объективности ради я могу отметить, что данное уголовное дело расследовалось следователями Центрального аппарата Следственного комитета России, и следователи управления по Сахалинской области принимали в ней непосредственное участие. Они выполняли следственные действия и необходимые неотложные мероприятия, которые были связаны изначально с возбуждением данного уголовного дела. Вместе с тем, это такой неплохой опыт для следователей регионального управления, потому что дело действительно резонансное. Было проведено очень много первоначальных следственных действий, которые позволили закрепить все необходимые обстоятельства, совершенные преступлением губернатора. И впоследствии эти добытые доказательства легли в ту причину, по которой в настоящее время дело рассматривается судом. Значит, эта работа, безусловно, предшествовала следственной работе и оперативной работе. Значит, оперативная работа велась достаточно долго, исключительно благодаря тому, что оперативные службы собрали необходимый материал на основании этого материала. И с учетом той доказательственной базы уже были проведены следственные действия, и дело было завершено с направлением в суд. А сколько все-таки времени потребовалось? Ну, длительное время, я не буду раскрывать всех таких нюансов и секретов, но действительно это очень долго. Это очень кропотливо, педантично, и действительно подобного рода уголовные дела, они немногочисленны, собственно говоря, это и видно по последним событиям на территории России. Поэтому очень тяжелая и серьезная работа, которая действительно требует полной отдачи всех оперативных служб, хорошего взаимодействия со следственными органами. Только тогда может быть подобного рода результат. Вы отметили своими приоритетами выявление коррупционных махинаций в регионах, а также преступных посягательств в отношении несовершеннолетних. Скажите, пожалуйста, еще какие направления у вас будут в приоритете? Ну, в принципе, наверное, традиционно, с точки зрения действующего уголовно-процессуального законодательства, вся подследственность, которой занимаются следователи Следственного комитета, она закреплена в статье 151 Уголовно-процессуального кодекса России. Это тяжкие и особо тяжкие преступления, убийства, изнасилования, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности граждан. Это, безусловно, тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершаются в отношении несовершеннолетних, и в том числе ими. Конечно, это преступления против чиновников, против представителей власти, которые злоупотребляют своим должностным положением, превышают его, берут взятки и так далее, и так далее. Кроме того, активно в настоящее время следователи Следственного комитета занимаются фактами невыплаты заработной платы, расследуют налоговые преступления. Ну и, наверное, не надо забывать, что нынешний год объявлен Годом экологии, и в том числе наши следователи расследуют и дела в этой сфере. Скажите, как Вы в целом оцениваете криминогенную ситуацию в Якутии? Где слабые стороны, где сильные? Ну, я, конечно, еще не в полной мере погружен в те обстоятельства, в ту криминогенную обстановку, которая на территории республики. Справочно могу отметить, что за истекшие 9 месяцев текущего года, 2017-го, произошло незначительное уменьшение числа совершенных преступлений, примерно на 1%, не больше. С точки зрения категории, то могу сказать, что меньше совершено убийств, покушений на убийство. Чуть более зарегистрированы преступления, которые касаются нашей подследственности, это 111-й части 4-й Уголовного кодекса России. То есть общая тенденция, она все-таки к снижению преступности на территории республики. Что касается причин, то я думаю, что в них нужно детально разбираться, безусловно, смотреть каждую категорию преступлений, ну, наверное, проводить определенный анализ, который позволит, наверное, выявить сильные и слабые стороны в том или ином регионе общей республики. — А будет ли усилена работа следственных органов именно на местах? И есть ли, по вашему мнению, сейчас в этом необходимость? Ну и в том числе в крупных городах, конечно, и в Якутске. Насколько сейчас вы видите эту картину? — Ну, пока у меня полной картины, конечно, нет. Я всего здесь вторую неделю. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, до истечения года, я попытаюсь, во всяком случае, охватить поездками разные районы республики, познакомиться с коллективом, узнать оперативную обстановку на местах. И, безусловно, после этого будем делать соответствующие выводы. — А предстоит ли какая-то ротация кадров в управлении? — Ну, что касается коллектива управления, могу сказать, что, в принципе, в управлении работают достаточно опытные, профессиональные сотрудники. Могу сказать, что коллектив достаточно стабилен. Ну, кто-то увольняется, кто-то приходит. Это обычная, говорится, практика. И в данном случае мы, безусловно, в ближайшее время определим для себя приоритеты, которые существуют. Те цели и задачи, которые стоят и которые ставят перед нами руководство Следственного комитета, должны, безусловно, исполняться. И я думаю, что, наверное, в перспективе в течение полугода мы определим вообще, кто может исполнять свои обязанности, кому нужно помочь, кого же заставить, с кого потребовать, безусловно. Но я думаю, что резких движений в кадровом составе делать нельзя. Это всегда заканчивается не очень хорошо. Поэтому нужно взвесить, безусловно, подойти очень профессионально к качествам своих специалистов, сотрудников и потом делать выводы. А какой, в принципе, вы видите работу следственных органов в Якутии? Опять-таки, по итогам этих двух недель? Ну, я могу сказать, что по итогам 9 месяцев текущего года Следственное управление сработало значительно лучше, если сравнивать, допустим, подобный же период 2016 года. То есть, следственное управление добилось значительных результатов по ряду направлений деятельности. Может быть, негатив он есть, но я думаю, что он устраним и он по силам, что называется, действующему составу. Безусловно, определенное внимание и такое самое серьезное нужно уделить качественному расследованию тех уголовных дел, которые находятся в производстве. Вот буквально накануне состоялось совещание в Следственном комитете России по вопросам разработки единого алгоритма поиска пропавших детей. В чем заключается этот алгоритм? Действительно, 25 октября состоялось при председателе Следственного комитета России подобное совещание. Помимо сотрудников Центрального аппарата ведомства, на него также были приглашены уполномоченные по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Насколько я помню, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Главное управление уголовного розыска, представитель добровольческого поискового отряда Лиза Алерт. Речь шла действительно о выработке комплексных мер, которые бы позволили в непродолжительное время, что называется, по горячим следам, установить местонахождение пропавших детей. Насколько я знаю, по итогам этого совещания председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным, дано указание, чтобы был создан экспертный совет, который разработает те методики и рекомендации, которые позволили бы в кратчайшие сроки быстро, по горячим следам, отыскать и установить местонахождение несовершеннолетних, которые пропадают. Я думаю, что эта проблема, она свойственна, наверное, всей территории Российской Федерации. У нас достаточно часто пропадают дети. Поэтому я думаю, что в ближайшее время вот этот комплекс методических указаний, рекомендаций, он будет разработан и направлен на места для применения. Вот у нас в республике остается нераскрытым громкое дело по пропаже двух несовершеннолетних в Синске. Скажите, будет ли продолжена работа в этом направлении? И как раз вот, если опираясь на этот алгоритм, сможет ли он помочь в поисках? Какая работа будет продолжена? Ну, насколько я понимаю, это давнишний случай, да? Уже прошло, наверное, уже сколько лет? Ой, два. Порядка, наверное, трех лет? Да, да, больше двух лет. Ну, я могу сказать, что вот работа по данному делу и вообще по делам, по которым не установлено лицо, которое подлежит привлечению в качестве обвиняемого. Ну, а в данном случае не установлено местонахождение потерпевших, по сути, двух девочек. Я могу сказать, что такая работа, она продолжается и по сей день, потому что проводится определенное оперативное мероприятие, которое позволяет выдвигать различного рода версии по этому уголовному делу. Даже в случае, допустим, когда следствие приостанавливается в соответствии с действующим уголовно-процессуальным кодексом, то по таким делам все равно продолжается оперативная работа. То есть данное уголовное дело, если о нем в частности говорить, то оно находится на контроле в отделе криминалистики республиканского управления. Ежеквартально проводится заслушивание с участием представителей уголовного розыска, разрабатываются новые версии, проводится аналитическая работа. Поэтому я думаю, что такое дело, оно не должно, что называется, лежать просто на полке, и фактически по нему постоянно ведется работа. Нам известно, что Вы уже начали проводить встречи с населением, так ли это, да? И вот на какие вопросы они просят больше граждане наши акцентировать внимание? Вы знаете, вопросы самые разные. От трудоустройства в Следственный комитет по республике Саха-Якутия до каких-то своих вопросов, которые, может быть, напрямую не связаны с деятельностью нашего управления. Допустим, вопросы связаны с судебным рассмотрением дел. То есть вопросы самые различные. Безусловно, обращаются люди, которые выражают, что называется, обеспокоенность тем состоянием в республике, который, по их мнению, считается какие-то коррупционным проявлением. То есть будем внимательно изучать все вот эти вот доводы, которые приводят заявители в своих жалобах, обращениях, и, конечно, реагируют. То есть это уже будет традицией, как там раз в неделю, раз в... И как вообще можно будет попасть, допустим, на прием руководителя? Я лично, как руководитель республиканского управления, принимаю еженедельно всех желающих. Пожалуйста, записываться в рабочем порядке. Телефоны есть и на сайте. Пожалуйста, можно записаться. Каждую среду я принимаю. То есть Вы открытый взгляд? Да, конечно, пожалуйста. С любым вопросом граждане могут обратиться, пожалуйста. Ну, у меня единственная просьба, может быть, все-таки вот помимо того, что люди приходят и рассказывают о своих там бедах, горестях, как-то сопровождать вот свой рассказ каким-нибудь письменным заявлением. Исключительно в свободной форме и так далее. То есть такая просьба будет. Поэтому, да, вот в принципе этой работе-то в последнее время уделяется огромное внимание, работе с обращениями граждан. Поэтому мы крайне внимательно относимся ко всем сигналам, которые проистекают от граждан республики, самых обычных. Беусловно, постоянно мониторим и средствам массовой информации. Поэтому я думаю, что мы эту работу будем держать постоянно на контроле и внимательно к ней относиться. Ну, и завершая программу, позволю себе спросить о ваших увлечениях и хобби. Все-таки, чтобы мы немного узнали о вас и с другой стороны. Увлечения самые обычные. Теннис, волейбол, футбол. Спорт. Рыбалка, да. В Якутии были на рыбалке? Ни разу не. Рекомендуем. Вам понравится. И в Якутии, в принципе, вы ни разу же у нас не были. Нет, я впервые, да, в вашей республике. Александр Александрович, мы желаем вам удачи, работы, терпения в вашем деле. Уверена, что ситуация будет изменена в лучшую сторону. А я нашим зрителям напоминаю о том, что у нас в гостях был руководитель Следственного управления Следственного комитета России по республике Саха и Якутия, генерал-майор юстиции Александр Заболиченко. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе событий, обсудим самые важные темы. Всего вам доброго.